Доброго времени суток, господа! Сегодня читаем, переводим книгу в оригинале, и у нас 21-ая логическая часть, и мы начинаем. Всё по поводу обманчивости фигуры вьетнамских девушек. Сэм Вейд, который был что-то вроде unimportant, малозначительный, important, важный, unimportant, соответственно, неважный. Мелкая сошка, иными словами, in the American embassy, в американском посольстве, had enlightened him, enlightened, просветил его, light. Свет или лёгкий, lighten, это у нас, соответственно, освещать что-то или же облегчать, а in light, это проливать свет на что-то, то есть давать кому-то информацию, открывать глаза на происходящее. When he had first come, когда он had first come, когда он впервые прибыл в Сайгон. Итак, Джеффи слышал всё об обманчивости фигуры вьетнамских девушек. Сэм Вейд, который был незначительным сотрудником в американском посольстве, осведомил его об этом, когда он впервые прибыл в Сайгон. Look, fella, Wade had said, don't let those curves kid you. These girls are built like boys. They are as flat in front as they are behind. It was only when they saw Lolo and Bardo on the movies that they wised up to what they lacked. Переведём. Look, fella, посмотри, там, ну или взгляни, или, ну вот, может даже не переводить, fella. Fella – это informal, неформальное слово, то есть это тип салага в данном случае. Ведь наш герой был новым новичком в этой среде в Сайгоне, и Вейд его, его, так сказать, прикалывал разным штукам, рассказывал ему о чём-то. Wade had said, сказал Wade. Смотри, чувак, don't let the those, не позволяй тем, curves, curve, вообще это, ну, из существительного, это кривая графика, например, да, или изгиб какой-то. Но поскольку мы до этого читали, что вот эти вот девушки, они как точёные, точёная слоновья кость, слоновая, слоновья без разницы, соответственно, что мы можем понять, что curve – это девушка, имеющая точёную фигуру, ну, то есть, ну, определённую форму, наверное, привлекательную в этом смысле. Дальше, слово kid. Kid – это ребёнок, но в данном случае это глагол, соответственно, kid – это дурачить, наверное, потому что дети этим занимаются, или обманывать. Вот, переводится оно так, тебя, соответственно, смотри, чувак, сказал Wade, не позволяя этим девушкам с такими фигурами, точёными, резными, извилистыми, одурачить тебя. These dolls – эти куклы are built like boys. Сложены, как мальчики, как парни. They are as flat in front. Они так же плоски спереди, as they are behind. Так же, как и сзади. Со спины имеется в виду. It was only when they saw. Это было только тогда, но имеется в виду, началось вот это одурачивание, ну, соответственно, со всей этой одеждой, и которая подчёркивает там какие-то холмы в области груди и так далее, да, то есть мы понимаем, о чём идёт речь. Вот, то есть эта вся история у этих девушек местных началась, когда it was only – это настало тогда, когда они увидели Lola and Bordeaux. А у нас есть сноска – это французские Lola, Brigida и Bordeaux. On movies – в фильмах. То есть это началось, когда они увидели, впервые посмотрели эти фильмы с участием Lola и Bordeaux. That they wise up. Wise – это мудрый. Wise up – поумнеть, набраться ума, да, в каком-то смысле. Ну, каких-то идей не всегда, наверное, ума, особенно здесь. Так же wise – это хитрый, соответственно, ну, можно сказать, что они из этих фильмов набрались, да, как мы говорим по-простому. Они набрались этого what they lacked. Lacked – это недоставать чего-то, то есть они набрались ума в этом, а именно в том, чего им недоставало. Ещё раз вот этот отрывочек. Luke Fella, то есть имей в виду, чувак, сказал, wait, не позволяй этим красоткам тебя одурачить. Эти куклы на самом деле такие же, как и сложены, так же, как парни, на самом деле. Ну, то есть отличий нет. Они такие же плоские спереди, как и сзади. It was only when they saw. Почему вдруг на английском начал. В общем, это всё началось с того момента, как они посмотрели фильмы «Лоло» и «Бордо» и поняли, чего им действительно не хватало. Значит, вы берёте прогулку через рынок. На самом деле, по-русски мы бы сказали так. Если ты пойдёшь через рынок, и тут всё это было в одном предложении. You'll see, ты увидишь where they get, где они получают those shapes. Эти формы. Где они покупают эти... Где они получают... Каким образом достаются такие формы? I reckon. Reckon – это всё оно, что... Consider. I guess. I think. Скорее всего, I think – ближе. I reckon. Я считаю. Я думаю. A set of falsies. Falsies – согласно частотности. Это уже старое неиспользуемое слово. О, оно переводится как... Ну, собственно, внизу есть сноска. A set of falsies. Ну, в общем, вы видите, что это. В общем, поролоновые подкладки. Так вот. Я считаю, что вот они самые. The hottest sales project. Самый горячий продаваемый проект. Ну, имеется в виду проект. Товар. In this police written hellhole of a city. Written – это третья форма глагола, именуемое причастие прошедшего времени. От слова ride. Ride – это вообще ездить верхом. Да, может, вы знаете. Ride, road, ridden. Три формы. Также, ну, есть значение двигаться, соответственно, даже управлять. Ну, если открыть словарь, там прям очень много. Поэтому мы подбираем что-то примерно около подходящее. На самом деле, примеры с использованием ridden, да тот же police ridden, будут через defice. В современных примерах будет так. То есть, это полицейскими охватываемая территория и патрулируемая, объезжаемая. Ну, то есть, про попросту, ну, охраняемая полиция, скажем так. Hellhole of a city. Hellhole. Hell – это ад. Hall – это дыра города. Ну, по сути, мы так тоже говорим про какие-то районы города. То есть, не особо. Вообще, hellhole – это непристойное место. Или притон даже. Вот. Ну, в данном случае, если это идет речь про район, то, ну, мы бы так и сказали, по-простому – это дыра. Итак, последний эпизодик. You take a work through the market. Если ты пойдешь через рынок, ты увидишь, где они их покупают. Я думаю, я считаю, я думаю, вот эти наборы, вот этих вот поролоновых подкладок – это самый продаваемый товар в полиции охраняемой дыре этого города. Я – Нэн Ли Куон. Девушка. Девушка сказала, по мере того, как она села напротив, садясь напротив Джеффи. She spoke excellent French. Она говорила на блестящем, на отличном французском. You may call me Nen. Ты можешь называть Nen. Все просто. They stared for a long moment at each other. Then Джеффи stopped out his cigarette, aware of a sudden tingling excitement. Стар – это уставиться глазами во что-то, на что-то. Они смотрели в течение какого-то момента. For a long moment – а, длительное время. Это each other, друг на друга. Then Jeff is stabbed out. Стар – это тушить сигарету, окурок, например, гасить. Then Jeff. Ну, по смыслу понятно. Stabbed out. Stabbed out. His cigarette – stub или stubbed out. Идентично. His cigarette – out. Оно усиливает значение. Кстати, не только в английском языке, в некоторых германских языках тоже. Например, в норвежском. Добавляет. Звучит чуть по-другому. Но не суть. Теперь вы знаете. Живите с этим. Stabbed out – потушил его сигарету. Aware of a sudden tingling excitement. Aware – это осознающий, осведомлённый, знающий. Of a sudden tingling. Tingle – это у нас трепет, дрожь. Или же глагол. Дрожать, трепетать, испытывать покалывание. Например, в ноге затёкшей почему-то. Когда мы сидим долго. Например, excite – это возбуждать или восхищать. Excitement – возбуждение. Восхищение, да. Как-то эмоциональное, сильное чувство. Aware of a sudden. Осознающий, ощущающий. То есть, как мы можем осознавать то, что чувствуем, ощущая это. Соответственно, ощущающий внезапное tingling, внезапный трепет возбуждения. Итак, they stared. Они смотрели долго друг на друга. Затем, Джеффи потушил свою сигарету, ощущая внезапную дрожь от возбуждения. Всё, на сегодня хорош. Вы молодцы, что досмотрели это видео до конца. И также со мной разобрали все слова. И в описании вы можете видеть эти слова. И некоторые сложные из них по звучанию будут. Также с транскрипцией. Всем пока.